Разговор по чесноку на радио UFM Добрый вечер! В эфире программа Разговор по чесноку и я Марина Хакимова-Гацимаер. Жилищно-коммунальное хозяйство. Каждый гражданин России, я уверена, каждый житель рано или поздно сталкивается с проблемами, с вопросами, касающиеся работы этого комплекса. И сегодня мы попытаемся осветить самые животрепещущие, самые насущные вопросы жителей Казани по этой теме. В том числе поговорим и о нововведениях в сфере ЖКХ. У нас в гостях руководитель ЖКХ-контроля Республики Татарстан, член Общественной палаты Республики Татарстан Дмитрий Романов. Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич. Добрый вечер! Совсем недавно, буквально на днях, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал стратегию по развитию ЖКХ до 2020 года. И, насколько я знаю, в этой стратегии прописаны изменения в лицензировании управляющей компании. Так ли это и что за изменения? Да, существует лицензирование управляющих компаний. До 1 мая 2015 года все управляющие компании должны были пройти лицензирование в целях того, чтобы получить лицензию по управлению многоквартирными домами. Чтобы иметь лицензию, нужно было пройти руководителю и за его заместителю экзамен с целью того, чтобы получить аттестат и возможность управления. Все управляющие компании в Республике Татарстан получили все лицензии на управление многоквартирными домами. Ну, маленький процент, тот, кто отказался или решил уйти с рынка по управлению домами, они просто, данные дома, просто ушли на конкурс, чтобы другая управляющая компания могла взять на управление. Что касается изменений, на сегодняшний день, я как член лицензионной комиссии как раз и являюсь, лицензирование проходят новые компании, которые пока не имеют домов и хотят участвовать на данном рынке по управлению и обслуживанию многоквартирных домов. Данные предложения, которые предлагаются в Москве, проект Госдумы, который предусматривает собой то, что если в течение полугода данная управляющая компания без домов также не находит объекты для управления, то она просто лишается лицензии. То есть вот тем самым такое предложение было. Ну, у нас в сфере ЖКХ регулярно происходят какие-то изменения, не каждый успевает уследить за этими изменениями, тем более проконтролировать и быть всегда в курсе. Вот я знаю, что совсем недавно, пару месяцев назад, изменилась система расчетов за теплоснабжение, отопление в зависимости от времени года. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее, как изменилась эта система расчетов. С 1 октября 2015 года мы перешли на оплату по факту. Раньше мы оплачивали по 1,12, то есть в течение всего года мы платили одинаковую сумму по статье отопления. И в последующий год нам производили перерасчет. Как бы или возвращали, или наоборот, нужно было доплатить гражданам. Но были проблемы с этим в ряду некоторых управляющих компаний по перерасчету. И чтобы было удобно по практике других регионов, в республике тоже запустили данную практику, чтобы оплачивать по 1,8. Но не во всех регионах, не во всех муниципальных районах республики такое начисление. Где-то удобно оплачивать также по 1,12. То есть, допустим, в Челнах 1,8 практика такая есть. И сейчас и у нас такая же. То есть, допустим, неравномерная сейчас цена, а сколько в дом поступило тепла по общедомовому прибору учета. И тем самым она распределяется по квадратному метру каждому по-своему. То есть, каждый месяц по-разному. Но здесь проблема в том, ну, это удобно, но мы будем зимой платить достаточно много, но не будем платить летом. Вот. И сейчас встречается в платежных документах, в счетах, фактурах, оплату по рассрочке и без учета рассрочки. То есть, предлагается, допустим, если человек не может оплатить определенную сумму, он платит та, которая установлена с учетом рассрочки. Допустим, у меня счет фактуры пришла на 6-700, а с учетом рассрочки предлагается оплатить на 4-500. Если там не оплатишь, то на следующий месяц так же переходит. И, допустим, те, кто не может физически оплатить, они могут оплатить, допустим, летом. То есть, вот тем самым, у того, у кого нет приборов учета общедомовых, еще встречаются дома, у которых технической возможности нет, там расчет идет по форму, по нормативу. Но нужно, если у гражданина, у собственника возникает вопрос, нужно обратиться в свою управляющую компанию с целью того спросить, по какой формуле, по какому нормативному макту производился расчет. чтобы понять, что вообще происходит в доме. Потому что у людей возникают вопросы, почему такая большая сумма, из чего она исходит. Ведь по счетчику можно взять распечатку, степлощетчика и понять вот эти цифры, посчитать, посмотреть. Управящая компания обязана по 731 постановлению предоставить. И тем самым по нормативу тоже. И можно пронять всю картину. Ну вот, что касается, например, температуры тепла в доме. Сейчас устанавливают активно датчики регулятора температуры. И, насколько я знаю, экономия там на копейки. Но заболеваемость, например, возросла. Люди простужаются и так далее. Так ли это? Я слышала не раз такое мнение. Что касается узла погодного регулирования, это и есть датчик, который устанавливается на фасаде здания живого многоквартирного дома. Он установлен практически более 50% в городе Казани. Это очень удобно. Но нужно, чтобы правильно был установлен датчик. Вот, допустим, температура сейчас у нас около минус 20. Батареи должны быть теплые за счет датчика. Так что автоматика температуру поднимает. А если же через 2 дня будет у нас плюс 5, то температура будет понижаться. Но здесь вопрос в чем? Не всем это удобно, потому что некоторые привыкли ходить, допустим, в футболке дома или как. И батареи, ну, плюс 5, все равно же не очень так и тепло ведь на улице. И дома прохладно становится. Но удобно в том плане, что батареи не жарят, и меньше гигакалорий потребляется. То есть экономия есть. Нужно просто доводить дома и принимать участие в жизнедеятельности дома. Наблюдать за тем, что происходит. Как работают общие домовые приборы. Да, вот мы еще вернемся к этому вопросу. Я перед программой опросила своих коллег и знакомых, какие бы они вопросы вам задали. Вот один из вопросов был, где и как каждому жителю посмотреть всю бухгалтерию по своему дому. Куда я плачу деньги? Куда уходят эти деньги? На что тратит управляющая компания? Есть очень хороший сайт, как и мониторинг жилищного фонда. mjftatar.ru mjf.tatar.ru Да, очень удобный сайт по республике Татарстан. Как можно посмотреть любой дом свой, вбить там, допустим, город Магрыс и посмотреть там какой-нибудь дом. И обязательным является, как раз по 731 постановлению, опять напомню, раскрытие информации управляющими организациями, управляющими компаниями ТСЖ и ЖСК. Они обязаны выкладывать всю информацию, ну, раскрываемость. То есть там вся отчетность на этом сайте, можно посмотреть за любой дом. По любому дому вся отчетность. По любому дому вообще. Это обязательство. Законодательно оно как раз вот принуждает данную управляющую компанию заполнять. Можно посмотреть износ дома, квадратуру. Можно посмотреть финансово-хозяйственную деятельность, денежную, отчет за выполняемый период, за год. То есть довольно-таки подробная информация. Ну, а потом дополнительными источниками, допустим, можно посмотреть сайт реформы ЖКХ. Там очень хорошо тоже про квартирный дом, про свой можно посмотреть. И если же касается, допустим, капитального ремонта, то на сайте Министерства строительства и архитектуры ЖКХ Республики Тарстан в разделе ЖКХ. Редкий человек не говорит о том, что, ах, опять повысили тарифы по услугам ЖКХ. И вот в связи с кризисом, в связи с современной экономической ситуацией, очень многие наверняка интересуются, как будет изменяться плата за услуги ЖКХ. Какие планируются изменения со временем? Насколько я слышала, к лету, к первому июня планируется повышение. Ну, если сначала сказать про повышение, вот, допустим, мы сейчас можем взять январь 2016 года. Это приборы учета. Берем мы приборы учета, у кого не установлены приборы учета. Халатные, горячие воды. На них вложится ряд, ну, уже как санкции. То есть, получается, по 344-му постановлению, если человек, гражданин, собственник, не установил приборы учета до сих пор, не исполнил 261-й закон о энергосбережении, а не энергоэффективности, то повышающий коэффициент будет 1,5 с января. С июля будет коэффициент повышающий 1,6, а уже с 2017 года будет 1,7. То есть, все-таки, собственник хочет или не хочет, он обязан установить приборы учета. Во-первых, об этом говорит закон, а во-вторых, это очень удобно понимать, когда мы подаем показания прибора учета, мы можем видеть, что да, действительно, я подал, и я вижу, сколько я потребил. А по нормативу можно много не понять, в принципе. Что касается, в принципе, роста тарифа, то, скорее всего, небольшой рост с лета будет, но все равно это постоянно связано с тем, что система ЖКХ должна модернизироваться, так же, как и система централизованного водоснабжения, типоснабжения. Обязательно трубы менять нужно, то есть все равно система проходит определенные периоды времени, когда нужно производить замену системе. Ну, вот здесь же вопрос по капремонтам. И сейчас очень многие, вот, например, я слышала и на форумах читала, говорят о том, что собирают сегодня деньги на капремонт, а потом смотрят флан, график, и капремонт планируется, там, скажем, через 5-10 лет только. Вообще, по нормативам раз в 25 лет делают капремонт. Да, если смотреть новый дом, допустим, люди удивляются, что... Уже сейчас. Ну, зачем, да. Да, только построили, и уже капремонт. Да, но на самом деле удобно, что если граждане будут собирать, там, допустим, через определенный период времени, ведь никому не мешает, чтобы, не обязательно через 25 лет, ведь мы должны понимать, что есть региональный оператор, на котором собираются деньги, есть собственный счет, где, допустим, на правлении ТСЖ или ЖИСК, они решили собирать деньги на собственном счете, на капитальный ремонт. И путем общего собрания они, допустим, решили, мы поменяем крышу, нам нужно крышу поменять. Смотрим, сколько у нас на собственном счету, и непосредственно можем заменить ее. Что касается регионального оператора, то ежегодно формируется программа капитального ремонта. Ежегодно краткосрочная, но Министерство строительства и архитектуры ЖКХ разработал план до 2043 года. То есть есть спокойный доступ, посмотреть на сайт, и можно посмотреть, когда дом. Да, граждане возмущаются, что они собирают, что старые дома находятся в самом конце практически. Но здесь дело в том, что нужно все-таки инициативным гражданам собираться и инициировать собрание. И неправильно, чтобы было в конце. Они могут путем этого инициировать и продвинуть вперед немножко. Ведь дело-то в чем? Бывает, что на данный дом ремонт делают в 2015 году, допустим. Они потом в 2018 поменяют в стояки, допустим. И в 2024 они заменят, допустим, крышу. То есть вот в таком. То есть такой долгосрочный, долгоиграющий процесс. Да, нужно просто отслеживать. И в принципе, когда управляющая компания, управляя большим количеством многоквартирных домов, подает данные на многоквартирные дома, тут нужно правильно делать оценку. И собрание с гражданами наиболее актуальной, сколько там, допустим, поужина домов отремонтировать в этом году. И наиболее актуальной системы. Ведь встречаются случаи, когда система канализации барахлит. Я считаю, что актуальными домами нужно было бы сделать их в целях скорейшего ремонта. А как вообще рассчитываются приоритеты? Вот ремонтировать сначала крышу или канализацию, или трубы? Нужно смотреть самые проблемные места, когда, допустим, отопление... Это эксперт какой-то делает? Кто это делает? Выбирает проблемное место? Ну, в принципе, да, экспертизу нужно провести по состоянию того, в каком состоянии находится многоквартирный дом. То есть где-то, допустим, вот забиты саяки в доме, все, отопление уже даже, вода не проходит, что там вот размером с карандаш, в трубе уже, может, даже меньше. Ну, там продувая, не продувая, но нужно менять стыки обязательно. То есть наиболее актуальные проблемы. Но здесь, если же опять правильно сосваться, в каждом доме, но мы об этом позже с вами поговорим, должен быть совет многоквартирного дома, который непосредственно на общем собрании инициирует, и сам по закону предлагает, что на капитальном ремонте и самым необходимым будет являться в первую очередь сделать. Еще один небольшой вопрос по капремонту. Есть ли у него срок гарантии? Вот я слышала не раз тоже такое мнение, буквально год назад сделали капремонт, но уже штукатурка сыплется. Кто за это отвечает? Есть ли какая-то гарантия на этот капремонт? Гарантии есть, конечно. Три года. Три года. Да, гарантии есть, да. Просто нужно, опять же, чтобы при том, когда начинается данная деятельность, чтобы опять все-таки собственник со своей стороны какой-то контроль проводил, какой материал используется при том, что делают ремонт. Вот, допустим, из опыта работы обращаются граждане и говорят, ну, не той краской делают. Знаешь, что краска не очень хорошего качества, и она потом отойдет, слетит. Ну, и вот тем самым нужно тоже, чтобы понимание было здесь. То есть очень важна активность самих жильцов? Да. И мы об этом обязательно поговорим еще? Есть вот непосредственно стройтехнадзор, который следит за вообще состоянием многогвардии, вот за ремонтом, за строительством вот это тоже. Обязательно поподробнее об этом поговорим. Я хочу сейчас напомнить нашим радиослушателям и телезрителям, что в эфире программа «Разговор по чесноку», и сегодня мы говорим о самых насущных, наболевших вопросах в сфере ЖКХ. У нас в гостях руководитель ЖКХ-контроля в Республике Татарстан, член общественной палаты Республики Татарстан Дмитрий Романов. Дмитрий Сергеевич, ну вот теперь вопрос, собственно, о как раз Совете Дома и о том, кто же отвечает за Дом на самом деле. Расскажите, пожалуйста, об этом. Я знаю, что были недавно изменения в законодательстве, вот этот вот знаменитый 176-й федеральный закон, о том, что руководство дома нужно брать в том числе и на себя, то есть каждый в ответе за крышу над головой. Изначально были старшие по домам, так называемые. Сейчас это называется Совет многоквартирного дома, который возглавляет председатель Совета. Неотъемлемой частью управления многоквартирного дома выступает управляющая организация. Но Совет может быть только там, где есть управляющая компания. То есть управляющая компания, она занимается управлением дома. А текущим управлением должны заниматься собственники. То есть управляющая компания занимается управлением, обслуживанием занимается ЖО, то есть эксплуатационная компания, непосредственно за текущим состоянием дома своего многоквартирного, за места общего пользования должен отвечать совету многоквартирного дома. То есть непосредственно выбирается инициативная группа. Ну, люди сами решили там пятером-четвером собраться. Они инициируют собрание как положено. То есть уведомляют граждан, что будет проходить собрание. За 10 дней вывешивают объявление, все как положено. На данном собрании есть очная форма, заочная и очная-заочная. То есть очная форма пригласили, обсудили. Кворум не состоялся, обсуждают в заочном. Но есть форма, что касается 176-го федерального закона, сейчас предлагается очно-заочная форма голосования. То есть, допустим, обсудили на очные такие-то вопросы, а на заочные другие. И как бы голоса очно-заочные, они суммируются тем самым. Вот. Что касается 176-го, тоже по советам многоквартирных домов, то здесь идет речь о том, чтобы на данном собрании попробовать предложить жильцам утвердить какую-то минимальную плату в вознаграждении председателю Совета многоквартирного дома. Но это потому, что большая работа, на самом деле, отвечать и знать, быть в курсе всех этих дел, конечно. Дело в том, что собственники говорят, что цель управления управления жилым фондом и так оплачивается. А смысл платить еще и Совету дома? Но по-другому никак. Практика других регионов показывает, в некоторых практически домах утвердили минимальный размер, там, ну, 25 копейки или 30 квадратного метра в оплату Совету дома. То есть суммируется она со всеми квартирами в данном доме, и какая-то минимальная оплата идет. Есть очень хороший дом, в пример, если привести, сейчас адрес не помню, что там, создав Совет дома, они реально добились быстрейшего капитального ремонта, следят за текущим состоянием, прошлись по всем квартирам, проверили приборы учета. В данном доме постарались убрать общедомовые нужды, ведя правильный расчет в доме. То есть где-то в Казани, адрес сейчас мы не вспомним, есть дом идеального содержания, да? И не один. Это, ну, в процентном соотношении Советов дома значительное количество имеется в городе Казань. И также в республике Татарстан. И вот благодаря этим Советам значительно улучшилась жизнь жильцов. Да, конечно. То есть как развитие общественного самоуправления в многоквартирном доме. Самосознание. Да. То есть должен быть грамотный собственник. Обязательно. То есть то, что говорить, мне должны, мне обязаны кто-то сделать, это неверно. За каждую оказыванную услугу человек обязан платить. Между прочим, между управляющей организацией, также ТСЖ, ЖСК, компания управляющая, заключается договор на управление, в котором прописаны все необходимые услуги, которые оказывает управляющая компания. И здесь непосредственно показано, что должен делать тот, кто управляет данным домом. То есть, как я понимаю, изменения в законодательстве подразумевают также и изменения в нашем менталитете, в нашем образе мышления, что мы сами должны также активно участвовать в жизни дома. Предложения это 176-го федерального закона вступили в конце июня. И по мере месяцов они сейчас вступают в силу, оставшиеся в жилищный кодекс. Вот как раз с 1 февраля обновленный. Там тоже есть интересные изменения. А какие там изменения, расскажите? Там есть вопросы, связанные как раз с перерасчетами, с договорами по управлению многоквартирными домами. Есть вопросы, которые расширяют по этим как раз по собраниям, что есть сейчас государственная информационная система из ЖКХ, которая очень удобно будет. Ну, по крайней мере, о том, что нужно будет там выкладывать всю необходимую информацию в целях ознакомления. Там будет полностью указано собрание, протоколы собраний. То есть, целая система, разработанная Министерством строительства Российской Федерации, которая должна работать с 2017 года. Я хотела бы озвучить телефон Центра общественного контроля. 236-29-97. Туда имеют право обращаться люди, которые... Любые граждане, у которых возникают вопросы, связанные с ЖКХ, которые хотят проконсультироваться по любым вопросам, которые связаны с жилищно-коммунальной сферой. Также вопросы юридического характера, судебной практики. Так как данная работа у нас ведется бесплатно во всех направлениях. В плане даже жилищного просвещения. Тот, кто хочет обучиться, пожалуйста, могут обратиться. По формированию групп мы обучаем. Даем хорошую практику, как в основах ЖКХ. Обучается юридическая практика. Также обсуждается взаимодействие как раз Советов многоквартирных домов с управляющими компаниями. И также вопросы энергосбережения. Потом мы выдаем свои методические рекомендации и сертификат о прохождении. И непосредственно в дальнейшем мы уже ведем взаимодействие с данными людьми. Вы рассказываете сейчас о школе грамотного потребителя. Школа грамотного потребителя, да, так называется? Да, школа грамотного потребителя. И если какой-то многоквартирный дом решил собрать совет, и возникают вопросы какие-то спорные, всегда опять-таки... Да, можно обратиться. Притом очень хорошая сейчас идея, которую мы развиваем, самостоятельно помочь гражданам в создании этих советов многоквартирных домов. То есть мы составляем и реестр, и хотим помочь. То есть если собственник говорит, что мы готовы, помогите нам, мы с удовольствием поможем и готовы поучаствовать на собраниях. И непосредственно дальше просветить и вести такую работу в дальнейшем, создавая непосредственно в дальнейшем какие-либо ассоциации советов многоквартирных домов. 236-29-97. Это телефон Центра общественных контролей, в котором каждый может позвонить и задать свои вопросы, касающиеся как и совета дома, так и работы этого совета, так и всего, что касается сферы ЖКХ в Казани. Сейчас хочу поговорить о должниках. Насколько я знаю, в Татарстане около 5 миллиардов рублей достигли долги за коммунальные услуги. И вот скажите, насколько я слышала, сейчас ужесточаются меры по борьбе с должниками. Так ли это? Да, очень хорошая сейчас работа начинается вестись и уже велась. Судебные приставы ведут очень плотную работу с населением. Управляющие компании тоже начинают вести данную работу. Потом есть дорожный пристав. Допустим, гражданин едет на автомобиле. Он должник по какой-то причине непонятный ему. То есть данные должников имеют и служба ГИБДД, да? Да, то есть он проверяет, смотрит должник и все. То есть, конечно, могут сказать, ну давайте оплачивайте там в таком плане. Или же автомобиль может на какое-то время изъять, пока гражданин долги не оплатит, и потом ему вернуть. Также практика еще есть борьбы с должниками. Это система, называемая терминатор, которая запускает трубу с канализацией, чтобы не работал, извиняюсь за выражение, унитаз. Да, то есть такая система есть, как терминатор. То есть его запускают, и она там получается как затычка. Уже функционирует этот терминатор в касании? Функционирует это в маленьком проценте, да, и в других регионах. Что такая система есть. Ну и какой метод самый результативный? Мы должны понимать здесь, какие проблемы у граждан, которые не платят. По каким причинам? Ведь не очень большой процент людей, которые находятся в чужой трудовой ситуации, и некоторые не могут оплатить за услуги. Ведь с управляющей компанией можно договориться платить в рассрочку, допустим, если кто-то не может оплатить. Другая категория граждан считает, что мне не оказана услуга, и я не буду платить ее. Я вот не хочу. Ну, и начинают обращаться во все инстанции. Ну, прежде чем написать в какую-либо инстанцию, нужно сначала написать в управляющую компанию, спросить. А то бывают такие случаи, что я везде писал, мне ничего не понятно. А в управляющую компанию вы обращаете? Нет. Ну, а как? Ведь нужно понимать, что это многоквартирный дом, это мой дом. То есть, если же услуга не оказана, то можно доказать в суде с управляющей компанией. То есть, услуга эта. Я считаю, что мне услуга была не оказана. И каждый пятый начинает говорить об этом. И тем самым рост долгов. Кто-то по приборам учета. То есть, вот сейчас у кого нет приборов учета, у них такой, а почему такая цена большая? Мне удобно платить по нормативу. У меня аквариумы. Ну, это понятно. Но ведь тоже нужно понимать, что ведь вы не правы. Это же ваши деньги. Нужно тоже за этим следить. Я долгое время жила в Германии. И хочу сказать, что немцы, которые приезжают к нам в Россию и наблюдают нашу жизнь здесь, они, конечно, в шоке, потому что, например, открытые окна и при этом включенное отопление или капает из крана. То есть, в Европе, например, идет страшная экономия природных ресурсов. Газ могут позволить себе только миллионеры, богачи и так далее. Поэтому то, что касается, скажем, наше потребление, да, то, как мы привыкли потреблять воду, то же самое отопление и так далее, это все, конечно, на взгляд, опять-таки, человека, приехавшего, скажем, из Европы, достаточно неэкономично. Вот что касается снега, здесь уже наша чисто российская история. Вот сейчас зима, и, насколько я знаю, даже такой случай был в одном из городов России, когда жильцы дома завалили вход в управляющую компанию специально снегом. А что касается Татарстана, в основном уборкой снега же занимались трудовые мигранты, и сейчас их стало гораздо меньше. Как вот справляются с этим город? Ну, я бы хотел сказать, что на сегодняшний день очень хорошо ведется работа по вывозу снега. То есть, очень хорошо подключена работа как ЖЭО, так и служб вывоза снега. Например, чистая Казань, допустим, ночью очень хорошо чистят дороги. Вывоз снега во дворах в основном, проблема-то бывает в чем еще? Да, техника приехала, да, уведомили граждан о том, что мы будем вывозить снег. Но автомобилисты ведь не все, они относятся равнодушно. То есть, ну ладно, написано, написано. Ведь бывает, что, допустим, автомобиль припаркован, где сама находится куча снега, то здесь опять человеческий фактор влияет на это. То есть, да, понятно, не вывозят, но ведь причина-то не только в том, чтобы обвинять ЖЭО или управляющую компанию, что она не вывозит снег. Ведь в противном случае она говорит, что мы приезжали, а как? Ведь с машины не заберешь, а если человек машину оставил и уехал? Как? Уехал пешком? Не все читают, не все... Многие проценты, кто относится равнодушно к данной ситуации. А то, что касается чистки города, придомовой территории со стороны муниципальной земли, то здесь очень идеально ведется работа. То есть, мэрия города и вообще, в принципе, исполком города Казани очень хорошо в этом плане работают. А как без трудовой миграции? Сейчас кого привлекают к этой работе? Ну, здесь, в принципе, и граждан обычных тоже привлекают. Ну, которые не данной национальности, о которой вы говорите, а наших сотрудников. Ведь работы-то и мало, в принципе. Работать надо. Ну, в некотором случае удобство бывает как клининговые услуги. То есть, какой-нибудь клининг заказать и убрать, вывезти снег. Ну, исходя из процентного соотношения, уборка должна производиться. Все-таки каждое утро, как положено, снег должен под асфальт почти убираться при подъездной входе. И здесь тоже. Но находятся, стараются управляющие компании найти. Ведь в противном случае, опять же повторюсь, что граждане в чем еще сомневаются? Ведь когда уборки нет, они начинают говорить, ну, мы же платим эту услугу. Если мы платим, то данная услуга должна быть оказана. То есть, должен быть в любом случае дворник. То есть, тут, если же в договоре прописано, и тут уже собственник не должен об этом переживать. Ведь он за это платит, и данная услуга должна быть оказана в любом случае. Понятно. И по поводу, вот, кстати, еще сбора и вывоза бытового мусора. Насколько я знаю, плату за сбор и вывоз бытового мусора берут с квадратного метра. Но, например, есть квартиры однокомнатные, где живет 5-7 человек. Есть двушки, трешки, где живет одна пенсионерка. И ей она вынуждена платить гораздо больше за свой мусор, которого очень-очень мало, чем люди, которые проживают толпой в однокомнатной, скажем, квартире. Вот эта вот несправедливость, этот вопрос, он как-то решается? И вообще будут какие-то изменения? Ну, вот на сегодняшний день хотят брать с человека. То есть, сколько человек проживает, столько и будет брать с мусора. Будет определенный тариф, пока неизвестно сколько. И так будет удобнее гораздо. То есть, со временем, а когда приблизительно планируются вот эти изменения? Не могу сказать. На рассмотрении в разных чтениях время-то по-разному бывает проходит. Пока будут утверждать, рассматривать. Ведь нам тоже иногда присылают в центр ЖКХ предложения, в законы свои, какие-нибудь замечания туда. Кстати, с какими вопросами чаще всего обращаются к вам в центр контроля ЖКХ? Вопросы с начислением в основном. Вопросы по статьям ОДН, общедомовые нужды. Самый наболевший вопрос по данным начислениям. Вопросы бывают еще связанные с тем, что статья есть графатства. Долг и переплата. У людей откуда-то возникают цифры. Я постоянно плачу, у меня какие-то цифры опять возникают. А вот что, действительно, откуда возникают эти цифры? Как правило, считает программа. Но в некоторых счет-фактурах нули. А в некоторых счет-фактурах встречаются цифры. Ну, там 20 копеек бывает, или что это расчет программы по окрешности. Это можно тоже оспорить, что не должно быть у меня этого. Вопрос с ОДН связан очень. Ну, допустим, я образно потребил в месяц, ну, по 70 киловатт, да? У меня по ОДН не должно быть больше 20% начисления. Ну, что ОДН такое за электроэнергию? Это свет в подъезде и лифты. Ну, на них, на лифты, идет отдельный счетчик. Ну, там, где есть. И тут не такой существенной суммы должна быть. И тут уже люди возмущаются. Ну, то есть, не может такая большая сумма быть, что я за электроэнергию там плачу, ну, пусть, грубо говоря, на рублей 900, а у меня еще из-за ОДН рублей 300 пришло. Ну, это никуда не годится. Так же по воде начинают возникать вопросы. ОДН по горячей воде. На что расходуется горячая вода на ОДН? Повы ведь не могут горячей воды. Ну, да. Вот хороший вопрос, на самом деле. Потом холодная вода. Холодная вода уже понятно, что тут надо уборка. Но столько-столько иногда указывают, она никак не связана с тем, что ведь мы убираем ведь не поле, там, стадион, допустим, а убираем подъезд, на который нужны минимум воды, а не центнер там, грубо говоря. Угу. Ну, и откуда возникают такие суммы? Здесь нужно смотреть, на основании чего рассчитана данная позиция для данной квартиры. По какой причине? А непосредственно гражданин обращается в управляющую компанию. Также просит в связи с раскрытием информации по 354-му постановлению объяснить в письменном виде, как он производит расчет по статье ОДН. И также нужно запрашивать, опять же, распечатку не с тепла, а с счетчика холодной и горячей воды и с электроэнергией, если же вопросы возникают. И здесь все ясно и понятно сразу становится. То есть контролировать практически каждую цифру, каждый ноль, каждую лишнюю копейку, наш личный контроль, личное отношение жильца. И это, в общем-то, непростая работа, можно сказать, для каждого, учитывая, что раньше люди больше как-то доверяли, что ли, этим платежкам и так далее. И, в общем-то, не задумывались. Но есть процент людей все равно, которые, не обращая внимания на платежные документы, оплачивают их. То есть в основной контингент обратившихся, это все-таки, ну, я бы сказал, не только собственники старше 45 лет, но и молодежь тоже обращается по данным вопросам, по ЖКХ. А молодежь с какими вопросами? Ну, тоже с начислениями. Ведь у каждой живет в разных условиях. То есть для кого-то какая-то минимальная сумма уже влияет на прожиточный минимум человека. Естественно. То есть каждый, ну, если, допустим, ОДН 30 рублей, бывает, что некоторые из-за 30 рублей тоже обращаются. Почему 30 рублей? Для кого-то 30 рублей очень значительно большая сумма. Я хочу еще раз озвучить телефон Центра общественного контроля 236-29-97. Это по любому вопросу, касающимся ЖКХ, можно позвонить по этому номеру. Или же приехать на Лобачевского 10В, насколько я знаю. В четвертом подъезде отдельный вход. Можно подойти и переговорить по любому вопросу. И все вопросы, ну, если не решены, то хотя бы исчерпывающую консультацию потребитель... Ну, мы стараемся эффективно помочь собственнику в любом случае. Потому что в данном, именно в Центре общественного контроля работают эксперты, которые непосредственно в штате находятся там. Ну, у нас там 4 человека, а остальные просто общественные эксперты, которые непосредственно от своей работы в определенное время приходят и просто помогают людям, а непосредственно они работали до этого. Кто-то 10 лет председателем ТСЖ проработал, кто-то, ну, образно собаку съел на этом уже. То есть опыт помогает, что у нас и юрист имеет очень хорошую судебную практику. То есть мы участвуем в судах, суды выигрываются. То есть вот кто-то, если в суде хочет поучаствовать, нужно сначала обратиться к юристу, потому что люди приходят. Мы не проиграли. Ну, мы проиграли. Нужно было правильно подать исковое заявление, правильно собрать документы. А по каким вопросам чаще всего люди обращаются уже до суда доходят? Вопрос с начислениями. Опять снова это? Да, то есть граждане, собственники предполагают, что есть присвоение средств. Как бы управляющие или ТСЖ присваивают денежные средства собственника. Допустим, возникают какие-то в ТСЖ или в ЖСК именно, возникают статьи. Какие-то непонятные, новые. Ведь статьи нельзя принять без проведения общего собрания многоквартирного дома. Нужно, чтобы что-то принять, в жилищные услуги, не коммунальные. Нужно провести собрание. Хотите вы парковку возле своего многоквартирного дома, исходя из кадастровой площади дома, две трети голосов вам позволяют сделать. Ведь вопросы, связанные, которые не 51%, есть вопросы серьезные, которые связаны с капитальным ремонтом, с реконструкцией дома, допустим, и с стоянкой. Это две трети голосов должно быть. То есть больше 51%. И жильцы имеют полное право, например, организовать парковку рядом с домом? Да, имеют право полное. Ну, я знаю, что очень многие жалуются на обратную ситуацию. Что вот как запретить парковку прямо у дверей подъездных или на тротуаре возле дома, или на детской площадке? Что для этого нужно сделать? На самом деле, дворы, которые дома, как называемые, хрущевки, пятиэтажки, вообще не предусматривают, в принципе, парковку. Неудобно. Поэтому в некоторых случаях замечается парковка на зеленой зоне или на детской площадке. Это неправильно. Есть дворы, где минимум домов, где можно разместить вдоль подъезда, поставить там или вдоль, или как-то расширить двор путем, допустим, коробку четыре дома. Они договорились и решили уменьшить площадь, сделать данное место для парковки. Чтобы не парковались возле подъездов, нужно опять на общем собрании возле своего дома обсудить. Давайте посмотрим, сколько средств у нас на текущем ремонте собрано, и поставим или трубки, или какие-то загораждения, чтобы не было доступа заезда к подъезду. Опять общее собрание, и опять личное мнение, и личная борьба каждого, и личная работа человека. Опять инициативная группа должна быть, потому что сам совет дома будет заниматься очным и заочным. То, что пять человек поговорили и решили, что нужно так сделать, это просто поговорили и все. 51% вы сказали. Большое спасибо. Было очень интересно, Дмитрий Сергеевич, за интересный, важный разговор. Я хочу еще раз напомнить телефон Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, 236-29-97. К сожалению, наше время подошло к концу. Напоминаю, что у нас в гостях был исполнительный директор Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Татарстан, член Общественной палаты Республики Татарстан Дмитрий Романов. Спасибо за интересный разговор. Я Марина Хакимова-Гацимаер. Программа «Разговор по чесноку» прощаемся с вами. Увидимся через неделю. Всего хорошего. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова